Здравствуйте, дорогие наши подписчики, читатели, зрители. Мы сегодня вторник, начинаем свой очередной обзор. Я вверхе начинаю свой очередной обзор. Ну, давайте так, что тема дня сегодня, как и последних двух дней, это все вот с замиранием сердца смотрят на Воронью Слободку, как говорили Ильф и Петров, да, и ждут, когда в ней случится пожар. То есть все смотрят на курс евро-доллар и ждут, когда же случится паритет. Ну, вот там не хватает буквально одного пипса. Те, кто занимается Форексом, меня поймут. Значит, курс уже, ну, там, для любого нормального человека, он уже давно там паритет. Ну, вот для тех, кто придерживается точности научной, да, там, 1-0-0-0-4. То есть осталось 4 пипса. То есть это четвертый знак после запятой. Ну, вот пипс, да, там не буду вдаваться в подробности. И тем не менее формально еще нет паритета, но уже некоторые банки дают возможность конвертации, возможно, предвидя, что будет еще дешевле евро. Ну, мы коснемся, когда про евро поговорим, уровней. Собственно, что у нас произошло? У нас пахнет все сильнее и сильнее рецессией в мире, энергетическим кризисом в еврозоне. Вот два основных фактора, которые давлеют над рынками. Ну, и на всем этом фоне я сегодня вот с утра почитал финансовый телеграм-канал и думаю, господи, как хорошо, что я не инфо-цыган, да, и что мне не надо брать деньги за подписки, что мне не надо пытаться все время угадывать, потому что как бедный, как ужин на сковородке, вот. А мы рассмотрим, давайте, вероятность роста, но это не точно. А существует вероятность еще снижения, но это не единственная вероятность, а есть еще вероятности. Причем слов максимальные, я так думаю, я считаю, все избегают. Вот и максимально, значит, потом же могут предъявить, скажут, товарищ, мы тебе деньги платим, да, там у тебя платные там сигналы, там еще что-то. Но самое главное, это возможность потом сказать, я же говорил, я же говорил, что здесь вот так, так и так будет. Да, и поэтому в каждом обзоре надо максимально заваливать все версии. И когда тебе предъявят, скажут, внимательно читайте. Смотрите, здесь написано, что существует вероятность, я же не скажу, что 100%, да, и сказал, что есть еще вариант, а есть еще вариант роста, а есть вариант падения. Знаете, как это, какова вероятность, что монетка упадет той или иной стороной, да, надо отвечать так, по-эфо-цыгански ответы, значит, так, монетка может упасть либо орлом, либо решкой, либо встать на ребро, а еще можно зависнуть в воздухе. И вот тогда при любом развитии событий, ну, если только, извините, конечно, есть кто-то там во время полета, да, сказать, вот это, и там можно сказать, а еще может кто-то рукой ее схватить. И тогда потом, говорит, я же говорил, что вот именно такой вариант развития, как мы с вами и предполагали, случился именно такой вариант развития событий. Ну, в общем, не будем глумиться дальше, да, несчастные люди. Я, слава богу, освобожден от такой обязанности, да, нести ответственность за деньги, которые я беру за информацию, возможно, меньше и веры, и, там, доверия моим словам. Но, тем не менее, я говорю так, как считаю нужным. Если меня просят обосновать свое мнение, я его обосновываю. Если нет обоснований, да, то здесь никто не отменял интуицию. Интуиция – это невраболизованные знания, это фактически там работа моего мозга на предмет того, что я не могу сказать словами, почему так, хотя на самом деле, кто смотрел фильм «Область тьмы», да, там очень показано хорошо работа интуиции, подсознание, что на самом деле это никакое не подсознание, еще что-то, это фактически то, что вы уже, то, что ваш мозг уже видел, читал, знает, анализировал, проанализировал, просто это лежит где-то далеко, да, там, ну, из серии, как таблица Менделеева приснилась, да, она не приснилась Васе Пупкину, она приснилась Менделееву, который, там, десятки лет работал над химией в целом и, в частности, над созданием периодической таблицы, да, и ему она приснилась, когда мозг освободился от напряжения, да, как говорят, отпусти иногда. Ну, ладно, чуть в сторону. Давайте посмотрим по индексам. Значит, по S&P 500 традиционно начнем и попутно будем смотреть на евро. Я прям вот пытаюсь коснуться. Не очевидно, что она пробьет и пробьет хорошо, может, даже на полфигуры, потому что стопы начнут работать. Не могу от завораживающего зрения оторваться. А S&P 500, ну, давайте включим сразу дневные графики, чтобы там не лохматить бабушку. Вот он ведет себя волнами, да, подрастает, спускается, процент другой. Сейчас колебания уже от последних две сессии вниз, потому что, ну, чего ж там ждать-то, да. С другой стороны, еще все лет впереди, да, еще Джексон Холл. Если сейчас все пойдут вниз, то что будем делать потом? Ну, вот я могу сказать так, что я придерживаюсь своего изначального прогноза еще в марте, что S&P 500 год закончит на уровне 3.600, 3.700. Ну, правильно было бы, правильно с точки зрения непонятного кого, как я говорю там, правильно с точки зрения, не знаю, логики, фундамента, чтобы он закончил его хотя бы на уровне 3.400. Да, это тот уровень, до которого он дорос в феврале 2020-го и начал падать перед ковидом, потом начали печатать деньги триллионами, и он улетел там вот туда, куда улетел. Сейчас 3.800, уже был тест уровня 3.700 вниз пару недель, тройку назад, в начале июня. Там не понравилось индексу, ну, вот сейчас опять снова, скажем так, вот если смотреть на дневки, ну, однозначный, вот такой новый локальный максимум ниже предыдущего, да, видно на дневках, ну, вот я думаю, что как минимум в 3.700 опять идет тест. Возможно. Видите, я тоже заговорил как альфа-циган, но скажу так, да, что, на мой взгляд, идет график и индекс на 3.600, с учетом того, что происходит вообще во всем мире, и в Европе в частности, и в Штатах, ну, и так далее. Рецессия – это та самая, которую никто не отменял. Повторюсь, да, что рецессия – это не страшно, это не ужас-ужас, это просто неположительный рост ВВП, да, кузуистическая формулировка – это ноль, либо отрицатель, либо падение ВВП, вот два квартала подряд – это уже рецессия. Я думаю, что вполне это ожидаемо для того, что происходит сейчас в Штатах. Общее падение спроса в связи с изъятием ликвидности из рынка и прекращение раздачи вертолетных денег, в общем, не способствует тому, чтобы, как сказал Жанат Елен, министр финансов, сейчас американцы начнут тратить, у них такие запасы, ну, ну, сейчас посмотрим, как они начнут тратить, особенно там на покупке акций, там прямо вот очень интересно будет посмотреть. Ну, давайте к валютам, значит, ну, вот евро прям бьется в агонии. Уже осталось два пипса, я более чем уверен, что прямо во время обзора случится это событие, сейчас 12.46 по Москве, очень нервно ведут себя трейдеры, пытаются защитить уровень, ну, не думаю, что это удастся, но, в общем, это не критично, считаем, что паритет уже достигнут. Дальнейшая судьба там есть на недельных свечах, если включить недельные свечи, то в… там есть такое плато хорошее, сейчас скажу, где. В 2002 году, да, вот там прямо плато, несколько месяцев евро стояло на уровне 0.96-0.97, проторгованный такой хороший, и совсем там, если на пике смотреть, если про теханализ, то это 0.96, там есть два пика, поддержка и сопротивление. Вот я бы ориентировался как край движения валюты туда, но на горизонте до конца лета. Еще нас ожидает небольшой всплеск, может быть, на день, на два, может быть, больше, на Кристин Лагард, которая 21 числа объявит о повышении ставки, да, все возрадуются там. Ну, я практически уверен, что на 0.5 будет повышена ставка. Это будет просто, ну, очень серьезная слабость со стороны ЕЦБ, если ставку поднимут всего лишь на 0.25, как и обещали. Ну, посмотрим, это не суть важна. Важна риторика, которая последует за этим повышением, что повышения и будут, и дальше, и больше. Вот. То же самое касается и ФРС, которые, я думаю, что не раз еще поднимут ставку в этом году на 0.75, с учетом того, что двигать ее нужно хотя бы к уровню 4. Вот. Ну, то, что мы, на самом деле, уже слышали в 18-м еще году, еще в 18-м году у Пауэлла была цель 4, 4.25 даже, в ноябре. И тогда Трамп заставил его переобуться просто на лету, вот чем вызвал там безумные колебания в декабре 18-го и в начале января 19-го. Вот. Ну, и потом опять ФРС начал печатать деньги, потому что как же выборы в 20-м году в ноябре, ну, никто тогда не знал про ковид, да, вот случилось то, что случилось. Так что уже звучала эта ставка 4. Я думаю, что, ну, если не к концу этого года, то в первом квартале она будет достигнута уже практически без сомнений, с моей точки зрения. Я не ожидаю никаких там радостных всплесков, ликвидности, что все хорошо, мы справляемся. Нет. Рецессия – это надолго, это не на месяц, на два. Это на кварталы. В лучшем случае, я думаю, что рост будет в 2024 году. Я имею в виду серьезный рост, хотя бы на уровень там тот же самый 4.100 и выше. Пока что, ну, с моей точки зрения, я считаю, что фьючерсы, ну, и сам индекс S&P 500 по-хорошему должны провести год на этих уровнях, да, в широком диапазоне 3.400, ну, там, если брать, там, плюс-минус, там, 2.800, ну, хорошо, даже 2.600 и до 4. Да, вот в этом диапазоне можно торговаться, скажем так, фундаментально, и будет правильно, если не еще ниже. Ну, как говорится, когда рынок там полностью отражался на фундаментал, ну, сейчас, я думаю, что лишних денег не будет у игроков, что все будут заняты проблемами. Надо же еще 95 миллиардов закрывать, которые ФРС будет сбрасывать в свой баланс, их надо тоже где-то брать, да, сейчас по 45 миллиардов идет сокращение баланса ФРС, а с сентября это 95, это сумма в 2, на вдвое меньшей сумме рынки улетали на 20% вниз в 18-м тоже самом году, да, после чего началось вот то, что я говорил там 10 минутами раньше. Ну, посмотрим, да, нет такой динамики ежедневной, там, движения туда-сюда, поэтому есть время подождать. Давайте посмотрим на фунт. Здесь тоже, я думаю, что нет смысла включать свечи младше дневных, ну, там тоже движение идет вниз, причем в фунте, вот я могу сказать так, я, честно говоря, не думал, что все так печально, да, в экономике Британии. Я думаю, что вот там хороший уровень, который светится, это 1,14, это 20-й год, это ковидное снижение в марте, и этот же уровень, если кто помнит, в 16-м году была безумная ночная свеча на ошибке, по-моему, из Новой Зеландии трейдера или из Австралии, ну, тот азиатский, ошибся в ночную сессию, выстрелил там с фунтом, когда вот все там это падало, в сентябре, по-моему, в сентябре, да, 16-го года, после Брекзита, и на родостях там фунт улетел на 6 фигур за ночь, там, с 1,24, нет, на 8 фигур, до 1,14, как раз вот там была эта свеча, 14, ее повторили вот этим шипом, да, вот она, свеча, сейчас скажу, когда она была, она была на неделе, да, на неделе 2 октября, и она была до, да, до 1,14, там, 40, вот, вот ее же, собственно, повторили в ковид, но это вот край, это край, который светит фунту, я, честно говоря, не жду, хотя осталось-то всего там 4%, ну, не думаю, что фунту будет интересно поваляться на 1,14 снова, ну, по крайней мере, если увидим этот уровень, то дальше будет достаточно серьезный отскок, потому что там уже, собственно, и евро будет, если и фунт, да, то такая дорогая валюта для штатов, это тоже уже достаточно серьезное напряжение, и я думаю, что те страны, которые заботятся о своем, скажем так, финансовом благополучии, такая дорогая валюта, и с точки зрения обслуживания долга, и с точки зрения потоков импорта-экспорта, я думаю, что для штатов сейчас крайне нежелательно подобная ситуация, которая складывается с долларом. Значит, иена, ну, иена ожидаемо ослабла, я думаю, что тоже дневные графики мы посмотрим, и вчера было это сильное движение на 2 иены за доллар, то есть она дошла до 137 уже иен за доллар. Я не думаю, что там сыграло какую-то роль убийства Абе, коим я отношусь с очень большим уважением, человек очень много сделал действительно для экономики, был очень уважаемым премьер-министром, даже одно из его достижений, что Абономика, да, стали называть те изменения в экономике, которые он вводил. Вот, к сожалению, уровень действительно насилия, безумия в мире настолько высок, что происходит то, что происходит, да, убийство на ровном месте. Ну, я более чем уверен, что там проблемы с психикой у человека, и с учетом того, что он стрелял из самодельного, там чуть ли не из трубы, да. Но, тем не менее, иена находится на уровне 137. Я не думаю, что этот уровень тоже комфортен для иены, я думаю, что в ближайшее время стоит ждать ее возвращения на традиционный для нее там 135, хотя какие традиционные, но, тем не менее, мой прогноз такой для иены. Значит, ну, индекс доллара, если кто следит, уже там 108 с лишним, что, собственно, не мудрено с таким ответственным падением евро. Франк швейцарский, прямо дневные свечи, очень красиво продолжается, это вот двойное дно такое, ну, там его называют еще по-другому, не будем сейчас произносить. В прошлый раз я сказал, как называется эта фигура, редакторы вырезали. Ну, наверное, правильно сделали. Ну, вы сами посмотрите, сами поймете, на что это похоже. Вот, собственно, дорисовывается право, как это, ложбина, да, право дорисовывается опять на паритет. Я думаю, что если евро пойдет ниже, да, вот туда на 1,96, то и франк ослабнет до искомого паритета и какое-то время там находится. Ну, пока что это выглядит, как размеренное движение к паритету с долларом, только снизу, с другой стороны. Сейчас франк крепче, чем доллар и стоит дороже. Вот, ну, там колебания другие, да, он достаточно медленно это делает. Посмотрим, что будет именно при соприкосновении с этим уровнем, с паритетом, франка с долларом. Так, да, давайте посмотрим, раз уж мы начали с юанем. Ну, с юанем тоже, тоже он ослабевает, да. В прямой графике, если осмотреть, доллар, юань, вернее, обратный, да. То есть дают 6,73 юаня за доллар, но для него это колебания в рамках, вот, ну, скажем так, последних двух недель, ну, чуть-чуть выше, да, там вот эти вот колебания дневные на уровне 0, 6,67, да, и 6,71, 72, даже, ну, 6,73, ну, не критично. Там все это в рамках, там, вот, движения последних двух недель. Не могу сказать, что юань куда-то пошел, да, он никуда не пошел, хотя вчера было сильное движение, ну, во всех валютах, вчера сильно рос доллар, относительно юаня тоже, но здесь это выражается, сколько там, 6,70, 60 копеек, 6 копеек, там, полпроцента, да, движение в полпроцента, ну, вполне себе может позволить валюта второй или даже первой экономики мира легко. Значит, что происходит у нас с российским рынком? Российский рынок пытался показать, что он независимый, да, там, и вчера пытался отрастать. Ну, я про фьючерс на индекс РТС. Сегодня мы наблюдаем попытку остаться на этих уровнях, возможно, вырасти, да, если будет движение в рост. И он все смотрит на индекс СНП, а индекс на индекс СНП смотрят торговцы бумажной нефти, да, которая упала на 2 доллара относительно вчерашнего уровня, да, и вчера у нас было 106, сегодня 104,7. Соответственно, тут же мы можем констатировать факт, что рубль через, скажем, нефть смотрит на внешний рынок, если вам так удобно, да, несмотря на то, что мы торгуемся в отдельной песочнице, вот. Ну, вот заодно и нефть обсудили, да, нефть в том широком самом коридоре 99,114. Не могу сказать, что там что-то происходит, какое-то особенное движение, но вот были движения, да, резкое падение, испугаясь, не знаю, чего же, эцессии, еще чего-то, но ниже 100 не ушли на дневных графиках, снова мы находимся еще в этом, вот, как его называли, ленивый канал, да, узкий ленивый канал, шедроки до 123 долларов за баррель, узкий сверху до 114, вот мы еще в этом ленивом узком канале, снизу там 99, ну, то есть все в рамках, что называется, ожиданий политических игр, санкций, очевидных, еще чего-то. Ну, давайте про золото, ладно, пару слов скажу, хотя не очень хочется. Золото упало на 1730, там и продолжает находиться, цели его все те же, 1600, наконец, года и 1300, я буду рад и счастлив его увидеть в ближайшие 2-3 года. По поводу рубля не сказали, ну, вот, скажем так, сбываются предсказания тех, кто считает, что рубль укрепится в ближайшие сессии, потому что 17-го начинается налоговый период до 25-го, но мое мнение, я считаю, что ЦБ не будет сдаваться так просто и отпустит его, опять же, там, в плавание к 50-ти. Ну, собственно, раньше чего тогда были все эти интервенции, движения, я думаю, что уже там на 57-ми все это затормозится, ну, 55, ну, хотя, не знаю, я не думаю, что рубль продолжать, будет продолжать оставаться настолько крепок. Есть навес валюты, да, все есть, есть огромные предпосылки к тому, что он был еще ниже. Но когда всем нужно, да, в первую очередь, в стране бюджету, чтобы он был 70, я думаю, что слишком много игроков заинтересовано в том, чтобы он был 70, найдут способ привести этот навес валютный, да, над рублем, извините за статологию, в равновесие. Вот, и мой прогноз, что, ну, осенью мы просто будем обязаны лицезреть его на 70, на 75, и я не считаю, что он опустится ниже 55. То есть я думаю, что ЦБ будет сопротивляться всеми конечностями и головой. Ну, в принципе, все. Давайте будем наблюдать за ходом развития событий. Ключевые даты у нас, в принципе, все лето впереди. Ну, 21 число – это заседание ЕЦБ. Плюс еще заседание 27 июля ФРС. Посмотрим, насколько в этот раз повышена будет ставка. То, что она повышена, нет сомнений ни у кого. И вопрос лишь на 0,75 или на 0,5. Я считаю, что 0,75. Уже, скажем так, один раз это сделали, бояться уже нечего. Я думаю, что ФРС, наоборот, покажет свою силу и контроль над ситуацией в том плане, что не боится повышать ставку на 0,75 уже второй раз. Ну, вот, собственно, у нас до этого времени мы запишем еще пару прогнозов, поэтому я не думаю, что что-то случится на этой неделе. Ну, вот, евро очень серьезно, ну, как серьезно, для форексников серьезно отскочил аж на 17 пунктов. Действительно, ему самому, я думаю, страшно смотреть на эту цифру, единичку с четырьмя нулями. Но в любом случае считаем, что паритет состоялся, хоть и не технически, но, скажем так, по сути своей уровни я назвал, за которыми имеет смысл следить и которые потенциально светят евро с точки зрения его снижения относительно доллара. Всем большое спасибо, всем до свидания. Мы встретимся с вами в пятницу. До этого будет, как обычно, возможно, несколько статей, возможно, несколько интересных фактов, которые я сочту нужным осветить. И не переключайтесь, следите за каналом «Финансы на пальцах». Там очень много идет информации ежедневной о трейдинге. Ну, а мой личный канал, он больше для таких философских размышлений о рынке. Ждем всех, жду всех и на первом канале, и на втором. Спасибо большое, до свидания. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...